Я когда-то была молодая Это одна из любимых песен женщин, что живут в селе Нижний Теребуш Щегровского района. Самые ранние упоминания об этой местности относятся к 15 веку. Древняя, богатая история земля. Потомки первых поселенцев бережно хранят традиции. Сначала овечку стригут, волну намывают, начесывают, потом ее на ровину сажают. И вот такой процесс ее начинают тянуть. Цепляют, соединяют между собой и накручивают, накручивают. И шерсти делали, и носки вязали в основном шерстяные. И всякую одежду, и жилетки. Делают, есть у нас еще бабушки на прялке так вот делают. Носки шерстяные вяжут, есть у нас некоторые такие бабульки. В небольшой комнате старины собраны предметы этнографии. Все из быта местных жителей. Вот маслобойка, надо сказать, в отличном состоянии. В эти бутыли, здесь их именуют гусынями, раньше разливали спотыкач. Так в Щегровском районе называют самогон. А в этом деревянном корыте больше века месили тесто. Только представьте, сколько людей оно накормило. Сельский музей любит посещать и старожилы, приходит повспоминать о прошлой жизни. И дети. Поколение не должно забывать историю своей, самобытности всего. Должны помнить об этом. Им очень интересно это. Вот они приходят, узнают, смотрят, а это что? Начинаешь рассказывать. Они уже как бы не верят в это. Интересно попробовать самим. Историю должны дети знать. В селе чем занимались, чем жило село, надо знать. Какие были тут промыслы, обычаи всякие. Мельницы были, хлеб мололи, хлеб сами пекли, печи были. Понятно, что культурный центр любого села – это ДК. Нижний Теребуш не исключение. Местный ансамбль «Русская березка» участвует и побеждает в областных конкурсах. Неоднократно признавался лидирующим творческим коллективом района. Вокалисты уверены – село живет, пока поет. Ой, у мамы зубушка, у нас зубная зубушка. Зачем уже длина, так не долго закрепляет. А еще здесь действует 11 клубных формирований для всех возрастов. И, конечно, проводятся по-настоящему народные праздники. У нас недавно прошел День пожилого человека. Мы для них приготовили концерт. Они посмотрели концерт, потом мы для них провели конкурсы, конечно, застолья. Они сами даже приносят с собой продукты какие-то там. И вот гуляем, песни поем. Они танцуют и подпевают нам. Люди очень принимают хорошо. Не только сельская культура. В Нижнем Теребуже хранятся и следы барской жизни. Увы, сегодня здание, сто лет назад принадлежавшее помещику Константину Оржильскому, ничто иное, как руины. А с 1901 по 1910 годы здесь работала школа садоводства для крестьянских мальчиков. Потом хозяин продал собственность. В усадьбе размещались и полиция, и волосное управление, и госпиталь. А во время войны тут рубили прекрасные еловые и липовые аллеи Оржильского. Целых 10 лет работала эта школа. Он платил детям стипендию даже, выдавал им форму, одежды, предоставлял питание у них было здесь, значит, в этой школе. И я вам скажу, что у нас вот в истории школы, села нашего есть там, там написано, что это была дармовая рабочая сила. Да нет. Это были учащиеся, потому что вот я знаю, что по нашему селу очень многие научились в этой школе именно садоводству. И привить, и все сделать такое. То есть он был большой фанат садоводства. Располагалась здесь и школа. Сначала музыкальная, потом общеобразовательная. Но в 1986 году ученикам построили новое просторное здание. В этом году запустили газовую котельную. Стало чище и теплее. За качество образования отвечают педагоги. 11 человек высокой квалификации. После их подготовки школьники без проблем поступают, в том числе в высшие учебные заведения. Огромное внимание вне урочки. В уютных кабинетах поют, танцуют, выжигают по дереву, вышивают. Занимаются квилингом и вообще всем, что может быть интересно юным и активным. В школах мы занимаемся технологией, ОПК, физкультурой, русской математикой, информатикой, изобразительное искусство и так далее. У меня любимый предмет математика. Почему? Потому что там пока все легко. Но в следующих классах будет сложно, к сожалению. Не все села могут таким похвастаться, но в Нижнем Теребуже есть свой детский сад. Да еще какой. Недавно здесь сделали капитальный ремонт, а воспитатели своими руками украшают помещение и территорию. Детей немного, 15 человек. Это одна разновозрастная группа. Дети, как и все дети, все активные, задорные, веселые. О своих детях мы знаем все. Мы их путь можем проследить от рождения и до становления его как личности. То есть наши дети, они нам родные. Мы их знаем, и их, и их родители. Все их проблемы нам известны. Поэтому мы стараемся в своей работе руководствоваться этим. А этот человек едва ли не самый уважаемый на селе. Николая Константиновича местный зовут просто доктор. И в этом смысл его жизни. Частые ранние подъемы по звонкам селян. К 9 утра уже собирается очередь из пациентов. Дальше прием, процедуры. После обеда обход больных на дому, патронаж детей и беременных, агитация к диспансеризации и вообще зожу. Ну и куда без экстренных вызовов. Филиппов даже принимал роды в машине. Причем не один раз. Вообще я за свою практику принял 6 родов в машинах. Но это в основном были 90-е годы, когда очень проблематично было с транспортом. И очень часто беременных было много. По 15-16 человек в год. Работать было очень интересно. Привозили, отвозили, жизнь кипела. Ну и были случаи, когда приходилось даже, ну не успевали довозить. Сначала стеснялись, потом говорили спасибо. Одна мамка позвала в Кумовья, крестил сына. Местные знают, без хозяйства в селе не обойтись. Андрей Бабынцев каждое утро начинает с работы во дворе. Козы, овцы, кролики, куры, утки, гуси. Справляться помогает жена и пятеро детей. У каждого личная зона ответственности. Кто за птицей следит, кто скот пасет. С ранних лет в семье знают, чтобы жить хорошо, надо трудиться. Дети помогают уже. По хозяйству хорошо помогают, по дому хорошо помогают. Мальчик у меня, вот Иван, он как бы больше там мужские дела делает. Мне помогает, мой помощник. А девочка, они с мамой там, кто в доме по хозяйству, кто там на кухне помогает. Ну там порядок наводит, за птицей вхаживает. Ну, в общем-то, все заняты. Работают здесь и четыре фермерских хозяйства. Самая крупная, почти две с половиной тысячи гектаров, занимается выращиванием и уборкой зерновых, пшеница, кукурузы, ячменя и сои. Урожайность хорошая, спасибо плодородной земле. Больше 20 местных мужчин трудятся на предприятии, получают достойную зарплату и социальные гарантии. Конечно, плодородная. Все-таки 70 центров – это урожай. Вроде ничего, люди довольны. Все официально, все через трудоустройство, то есть как-то и больничные, и отпуска, все. В основном тракторы импортной производства. Хотя вот в этом году приобрели Кирове. Местные фермеры – настоящие патриоты, участвуют в благоустройстве села. Сергей Захаров, например, возводит храм в честь святителя Николая Чудотворца на месте старой церкви, разрушенной до основания после революции. Уже залит фундамент. В следующем году здесь надеются провести первую службу. Люди рады. Это для нас, вы понимаете, как благословение Господнее. Вот так человек взял и предложил. Сначала хотел часовню, потом, ну, что часовня. Решил возвести храм, потому что мы на этом месте трудились. У нас было два субботника, потому что на этом месте был лес, буквально в заросли. Люди вышли, село вышло, мы вырубили, выкорчевали, вывезли все это. И потом, когда уже перед закладкой фундамента, мы еще раз вышли и сделали генеральную уборку этого места. Поэтому люди очень счастливы. Больше 400 человек живет на территории Теребужского сельсовета. Не скрывают, проблем много, но и планов не меньше. Я думаю, все лучше и лучше у нас будет. У нас и в Курской области, и у нас в селе. И чтобы молодежь, конечно, к нам возвращалась, потому что хороший садик, хорошая школа. Сейчас мы участвуем в проектах «Народный бюджет». Это и строительство дороги, строительство новой башни в центре села, строительство четырех кусков будет замена водопровода. Хотим построить тоже по программе «Народный бюджет» хорошую детскую игровую площадку. Они родились на этой земле, здесь живут и работают, растят детей. И с оптимизмом смотрят на жизнь. А как иначе? Ты сумел растопить сердце льдинку, и луна стала ярче светить. Попрошу я у дочки-косынку, чтоб к тебе на свидание сходить. Попрошу я у дочки-косынку, чтоб к тебе на свидание сходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова